148 годов со дня створения. Гомельская областная организация «Асвод» сегодня означает прессийное свято. У этот день водолазы, воротовальники и все сотрудники структуры не отпочиваются, а рыхтуются до нового купального сезона. Наш корреспондент Вероника Гамзюкова доведелся, как проходит под рыхтовка и на чем делают акцент в «Асводе» сегодня. Купальный сезон для специалистов «Асвода» – самый напруженный час. Да и горыхтуются старанно. Водолазы проводят навучальные опускания, досконало проверяются лодки на воротовальных станциях. А лихутка матросы разберут их по водоемах Гомеля, как патрулявать водную простору и при необходимости прийти на допомогу. Тут же и знакомитая пиранья одна из четырех в Украине. Эта лодка практически усюдыходная, может переодоливать и воду, и затоны, и навод лед. Такая маневренность допомогает, коли рахунок идти на секунды. Также в течение круглого года работают наши станции, выполняют профилактические мероприятия по спасению, по запрету выхода на лед. Когда период ледостава, тонкий лед, то есть идет предупреждение граждан об опасности нахождения на тонком льду. Также выполняются поисковые работы. К сожалению, случаи утопления присутствуют. И в этом году, так как лед был у нас тонкий, вся зима была период ледостава, поэтому приходилось выезжать на поисковые работы, спасать людей. Поспели у Гомельским областным отделением свода реализовать еще один проект. Тут навучают сезонных матросов-выротовальников. Пилотный проект запустили в минулом году. Он оказался успеховым, и научение непрофессийных выротовальников уйшло в систему работы организации. В этом году звание матроса отримают больше за 100 доброохотников из всей области. Працевать на воде они будут с 1 мая по 31 дневня. Некоторые из них пришли в другой год за пар. Александр Руханович был военный из Петрикова. Кажет, что ему за все дыхательство хотелось допомогать людям. Как доведался об курсах освода, твердо выросли прийти на научение. Его допомога пришлася, до речи, в 2019-м Александр допомог продухелить трагедию на воде. На самом фронте стою, и вот женщина приходит с ребенком, с двумя, даже с тремя детьми, от трех до пяти лет. Можете представить, это возраст, который не контролируется ребенком. Мама сидит в пяти метрах от берега, как сейчас принято, в гаджетах она сидит, дети ногами в воде уже. Пользуясь случаем, я хотел бы перед сезоном обратиться, нельзя так делать. Нужно все-таки на расстоянии вытянутой руки, и тогда все мы будем живы и здоровы. Праца матросов, вырятовальников и водолазов запотрабованы за уседы. Летом специалисты допомагают отпочивающим, а зимой рыбакам. На перакор регулярным попереджением тыев все равно выходит порыбачить на тонкий лед. С початку года в Украине от утопления загинули 60 дорослых белорусов. Вырятованы 23 человеки, из их трое детей. В Гомельской области загинули 9 человек, двоих удалось вырятовать. Причинами этих происшествий явились нарушение правил поведения на воде, незаконный лов рыбы, невыполнение запрета на выход маломерных судов на воду в данный период нереста, ну и также, как всегда, состояние алкогольного опьянения. Ведется вахтенное наблюдение, проводится патрулирование береговой линии, индивидуальные беседы с отдыхающими у водоемов с целью не допустить происшествий на воде. Зараз у в области створены 15 вырятовальных станций, 13 постоянно деющих постов и 10 сезонных, где працуют майстры своей справы, больше 280 штатных работников. За почние пять годов Гомельская областная организация «Освод» троече становилась операможцей республиканского споборництва по выниках деяности. Вероника Гамзюкова, Игорь Марышченко, отель радиокомпания «Гомель».